Это не на те нужды, а размер зарплат в госучреждениях серьезно различается. Кроме того, острой критике госконтроля подвергла система пенсий по выслуге лет, которые, по мнению ревизоров, порой выплачиваются необоснованно. Более миллиона евро из тех средств, которые государственная пожарно-спасательная служба в 2017 году получила дополнительно на реформу зарплат, пошли на другие цели, подсчитал госконтроль. Если бы эти деньги пошли на повышение заработной платы пожарников, то они бы получили каждые 45 евро больше. Впрочем, в МВД, говорят, сэкономить на пожарных удалось из-за того, что они меньше болели и не нужно было выплачивать столько пособий. Если в рамках финансового года создается какая-то налога, за счёт болезни, то эти средства невозможно направить на получение зарплат. Ревизоры также заметили, что руководство ГПСС получает максимум от того, что может получать по закону. А вот оперативные работники нет. В службе погран охраны наоборот. К максимуму приближаются зарплаты те, кто охраняет границу. А значит, единая система оплаты труда в госуправлении не работает. Ещё одна претензия госконтроля — МВД часть денег на демаркацию границы потратила на расходы по недвижимости, электроэнергию и закупку вертолётов. В министерстве противоречий не видит. Закупка вертолётов были предусматрены 8 миллионов 700 тысяч, а договор на эту цель был заключен на 10 миллионов, на 10,5 миллионов. И так получается, что, чтобы компенсировать эту разницу, нам надо эти деньги сейчас брать из другой цели. Авиация в пограничной охране является одной из самых важных элементов в охране границы и надзоре границы, то, конечно, это был приоритет обеспечения того, что старые летательные аппараты должны быть заменены новыми. Небрежно с деньгами обращается и Минздрав, говорят ревизоры. 5000 евро ушло над оплатой работникам ещё до того, как они успели себя проявить. «Высокопоставленным чиновникам премия за личный вклад и качество работы выплачивается с первого дня, как они начинают свою работу в министерстве». по мнению Министерства здравоохранения эти упрёки не обоснованы. Согласно комментарию Союза свободных профсоюзов к закону о вознаграждении, доплаты за личный вклад в работу и её качество направлены в будущее с целью мотивировать работника. А за заслуги в прошедший период выплачиваются премии. Но больше всего претензий у госконтроля к системе пенсий по выслуге лет. «Более 70% продолжает работать. Работает в той же сфере, может быть, в другой сфере, но работает. Это означает, что нельзя всё время жить в тех условиях, которые были годами назад». О проблемах с пенсиями по выслуге лет говорили ещё в марте, когда Организация экономического сотрудничества и развития провела исследование пенсионной системы Латвии. Выплаты по выслуге лет организация признала необоснованными. Представители некоторых профессий уходят на пенсию раньше и получают больше. На пенсию по выслуге лет могут претендовать медики, работающие на скорой помощи, судьи, сотрудники бюро по борьбе с коррупцией, бюро по защите Сатверсме, военные, дипломаты, прокуроры, полицейские, работники и сферы искусств, например, из цирка или театра, который находится на попечении государства или самоуправления, а также работники системы общественного транспорта, плюс пограничники и полицейские в зависимости от служебной степени конкретного чиновника. Возраст выхода на пенсию по выслуге лет зависит от профессии и проработанного срока. Обычно это 50 лет и 20 лет стажа. Для танцоров балета это может быть 38 лет и 18 лет стажа. Причем этот возраст не меняется уже много лет. В то же время выход на обычную пенсию с каждым годом отодвигается. Пенсия по выслуге лет главы колледжа пожарной безопасности и гражданской обороны за 7 лет составила 170 тысяч евро или чуть более 2 тысяч евро в месяц. Такие цифры приводит госконтроль. Кроме того, глава колледжа продолжает работать, а значит, и получать зарплату. Еще 2 тысячи в месяц. В госконтроле считают, что платить пенсию по выслуге лет в таком случае нерациональная трата средств. Ведь изначально такой вид пенсии предназначался представителям тех профессий, которые больше не могут выполнять свои обязанности. Уже несколько лет Сейм обсуждает возможность нести в этот список изменения, но единодушия нет. Мы обратились к аналитической службе Сейма с просьбой оценить опыт других европейских стран. И только после этого можно будет решить, что делать с пенсиями по выслуге лет. Пенсии по выслуге лет – это социальная гарантия со стороны государства людям, которые посвящают свою жизнь трудовую полностью одной структуре. И сегодня дискуссия по этому поводу только подрывает доверие государству как гаранту социальной справедливости. И на эту гарантию в будущем, возможно, смогут рассчитывать и представители других профессий. Дискуссии идут о педагогах детских садов, о тех, кто работает с детьми с особыми нуждами и учителях спорта, а также о чиновниках службы пробации, таможне, финансовой и муниципальной полиции. Госконтроль, в свою очередь, отмечает – пенсия по выслуге лет – спорное понятие. Так она, например, уже полагается секретарю бюро по борьбе с коррупцией, хотя этот сотрудник напрямую не связан с оперативными действиями. Вопрос сложный, говорит глава правительства Марис Кучинскис, и снимает с себя ответственность. «Я это не буду решать. Нам надо выполнить свой план действий, и это очень комплексная работа. Это уже пыталась сделать госпожа Винтилов, в короткий период времени этого не сделать. Какой будет модель получения пенсии, этот вопрос будет решаться в будущем. И дискуссии, несомненно, будут тяжелыми, потому что даже нынешняя система пенсии по выслуге лет не охватывает все специальные службы. Отсюда и разница в получении социальных выплат». По данным госконтроля, разница между пенсией по выслуге лет и обычной пенсией может измеряться в тысячах. Комиссия Сейма по социальным делам и труду планирует вернуться к вопросу пенсии по выслуге осенью. Решать же его придется уже следующему созыву парламента, после выборов в октябре. Анастасия Диакна, Валтер Зелч, Иван Милов, Латвийское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова